САМАРА Новосибирск 69% Среди зеленых городов участники опроса отметили еще Воронеж 68%, Пермь 66%, Уфу 65%, Волгоград 63%, Нижний Новгород 62%, Москву 59%, Ростов-на-Дону 56%, Краснодар 51%, Челябинск 48%, Красноярск 46%, Казань, Санкт-Петербург и Омск. При этом в целом уровень озеленения 16 крупнейших городов страны россияне оценили как средний. В Самаре открылся форум Иволга. От лица руководителя области Вячеслава Федорищева участников приветствовал в Рио вице-губернатора Александр Фетисов. Каждый год форум меняется, собирая в себе лучший опыт прошедших лет. В 2024 году форум объединили с движением первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать Иволгу еще масштабнее. До 1 августа 2000 участников от 14 лет пройдут обучение по направлениям смен. Их ждут культурные мероприятия, театральные постановки самих участников до музыкальных хедлайнеров. Завершился период приема документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Самарской области. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии. Вопросы о регистрации кандидатов будут рассмотрены на заседании обл. избиркома после проведения проверки представленных документов специально созданной рабочей группой. Всего на должность губернатора Самарской области выдвинули своей кандидатурой 7 человек. Напомним, выборы пройдут 6, 7 и 8 сентября. Если 6, 7 и 8 сентября в дни голосования на выборах губернатора Самарской области вы будете отсутствовать по месту своей регистрации, воспользуйтесь возможностью проголосовать по месту своего нахождения в пределах Самарской области. Для этого необходимо оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, обратившись в любую территориальную избирательную комиссию или МФЦ на территории региона, либо подать такое заявление через портал Госуслуг. С 28 августа по 2 сентября заявление можно будет подать и в любую участковую избирательную комиссию Самарской области. В Самарской области открыли кабинеты для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Новые подразделения начали работу в 8 медучреждениях. Об этом сообщили в Минздраве региона. Как пояснил в РИО министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян, этот проект реализовали для снижения тяжелых обострений заболевания, риска развития сосудистых катастроф и госпитализации в стационар. Сегодня такие кабинеты работают на базе самарских медучреждений. Больниц номер 4 и 10, поликлиник номер 1, 15 и 14. Кроме того, они функционируют в Тольяттинской поликлинике номер 3, больницах Чапаевска и Сызрани. В Самарской области начали созревать арбузы. Как выбрать спелые ягоды, чтобы в полной мере насладиться свежей сладостью, рассказали врачи. Для определения зрелости плода нужно обратить внимание на несколько признаков. Цвет кожуры. Зрелый арбуз имеет темно-зеленую или темно-желтую кожуру. При ярко-зеленом окрасе, скорее всего, он еще не созрел. Звук при постукивании должен быть глухой. Если звонки, это может быть признаком неспелости. Зрелый арбуз может иметь слабый, приятный запах. Выбирая арбуз, надо посмотреть на плодоножку. Она должна быть сухой. Цвет недозревшего арбуза будет матовый, а спелый плод имеет глянцевую кожицу с четким и ярким полосатым рисунком. При сжатии плод должен слегка потрескивать. Лучше избегать слишком крупных экземпляров. В них концентрация нитратов может быть выше. Редактор субтитров А.Семкин